Уголовный суд Египта во вторник подтвердил смертный приговор для бывшего президента страны исламиста Мохаммеда Мурси. Вердикт вынесли ещё 16 мая, однако было необходимо одобрение верховного муфтия страну. Сразу после того, как решение было подтверждено, в столице Турции у посольства Египта собралось несколько сотен протестующих. «Это жестоко. Но неважно, каково их мнение. Позорно то, что весь мир молчит в ответ на приговор». «Сегодня мы видим, как это происходит с Мурси и с политиками в Бангладеш. Завтра это произойдёт в Турции или другой исламской стране. Мы не можем молчать. Мы поднимем наши голоса. Вот почему сегодня мы здесь». Мохаммеда Мурси осудили по делу о массовом побеге из тюрем лидеров организации «Братья-мусульмане» в 2011 году. Экс-президента также признали виновным в шпионаже в пользу иностранной разведки. За это преступление его приговорили к пожизненному заключению. «В Стамбуле у консульства Египта также собрались протестующие. Несправедливо отдавать под суд президента, за которого проголосовали 52% избирателей. Все здесь осуждают это и требуют исправить несправедливое решение». Мохаммед Мурси возглавлял партию «Свобода и справедливости», учреждённой организацией «Братья-мусульмане». В 2012 году он победил на первых в истории страны демократических президентских выборах. Однако уже в следующем году его отстранили от власти военные. Мурси заключили под стражу, предъявив ему ряд обвинений. Саму организацию «Братья-мусульмане» 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 Продолжение следует...